Доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости канала предлагаю вашему вниманию статью под названием мой ответ на комментарий подписчика uvfa статья написано в субботы 9 октября 2021 года и так начинаю а начинаю со следующего подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте для гарантированного получения моего ответа на ваши вопросы и просьбы пользуйтесь донатами ссылка на них под каждым видео остальным тоже буду отвечать но по мере нахождения свободного времени также буду признателен если поддержите канал в меру своих возможностей с помощью все тех же донатов а теперь по теме подписчик каналы uvfa оставил свой комментарий под роликом футбольный кигельбан его реакция очень характерна и типична а если так то оставить ее без внимания тому кто как правило плывет против течения то есть мне просто невозможно ведь так как мыслит автор комментария мыслит и высказывается сотни тысяч футбольных специалистов и болельщиков но если я вижу футбол принципиально по-другому кто не имею права молчать иначе содержание моего канала теряет смысл вот высказывание автора комментария вы все смешиваете в одну кучу как впрочем во всех ваших роликах и правильное и неправильное мухи отдельно котлеты отдельно мухи первый пункт как можно сравнивать шахматы а футбол это шахматы только во много раз сложнее и многограннее с простоватой игрой городки второе как можно мешать гвардиолу и маурине в одну кучу это как игру гос игрой крестики нолики третье футбол говоря абстрактно не сопливый мальчик времен поле а 17-18 летний поле полный сил скорости техники и быстроты мышления четвертое лучшие мировые тренеры тухель гвардиолы и клоп не случайно два немца и один испанец потому что два немца появились после гвардиолы и его пребывания в баварии довели контроль мяча со скоростным пасом до высочайшего уровня пятое говорит что футбол находится в сопливом возрасте после университета михелса и лобановского по меньшей мере наивно после михелса и лобановского придумать что-нибудь новое футболе в скобках революции невозможно можно только модернизировать что и делают современные копиисты гвардиола тухель клоп и другие шестое тренажеры все футбольные чиновники просто помешаны на тренажерах спят и видят кому всучить этот дорогостоящий кегельбан с очень низким кпд как правило немецкого производства чтобы получать свои проценты от продажи академии зенит и краснодар имеет целое крытые тренажерные стадионы и что где новые месси во времена молодости месси тренажером была стенка тренажер вещь нужная но далеко не необходимая ну все остальное стало быть котлетой конец комментария моя реакция вот такой комментарий появился под роликом футбольный кегельбан 26 июня 2021 года как всегда разобью комментарии на отдельные цитаты и буду их комментировать по мере того как буду выкладывать каждую из них в блоге и озвучивать в ролике мухи первый пункт как можно сравнивать шахматы в скобках а футбол это шахматы только во много раз сложнее многограннее закрыть скобки с простоватой игрой городки моя реакция никто их не сравнивает городки приведены как пример показывающий что эта игра эффективно развилась до уровня кегельбана а футбол в сегменте тренировочного процесса нет пункт второй как можно мешать гвардиолу и маурине в одну кучу это как игру игру с игрой крестики нолики моя реакция если эти тренеры галактически разные в своем понимании футбола то где галактически разная игра их команд пункт 3 футбол говоря абстрактно не сопливый мальчик времен поля 17 18 летний поле полный сил скорости техники быстроты мышления моя реакция позволю себе не согласиться силы до скорости до быстрота мышления сомнительно а техника очень сомнительно пункт 4 лучшие мировые тренеры тухи гвардиола и клоп не случайно два немца и один испанец потому что два немца появились после гвардиолы и его пребывания в баварии давили контроль мяча со скоростным пасом до высочайшего уровня моя реакция контроль мяча на скорости сейчас безусловно выше нежели полвека назад но говорить о высочайшем уровне я бы не стал а о точности передач тем более пункт 5 говорит что футбол находится в сопливом возрасте после университета михелса и лобановского по меньшей мере наивно моя реакция это хорошая сентенция в плане наличия учеников у лобановского что же родина лобановского не показывает университетскую игру так были у лобановского ученики или нет уверен что нет университеты если верить автору комментария есть а вот соответствующие игры я не вижу рад что ее видят другие наверное я еще не дорос до такого понимания игры вот только нулевые ничьи современности портят университетский портрет футбола но это лишь моя точка зрения которую я никому не навязываю следующая микроцитата после михелса и лобановского придумать что-нибудь новое в футболе невозможно моя реакция а это уже перебор так и невозможно а как же сверхбыстрое миштаймовое восстановление которое никто не применяет я об этом пишу не менее десяти лет если не больше и не моя вина что на эти вещи никто не обращает внимание видимо слишком мелок я в глазах футбольных спецов а как же статические тренировки эффективность которых доказано документально специалистами национальной баскетбольной ассоциации это общеизвестный факт на который футбольные мудрецы плюют это их право а как же такой эффективнейший тактический инструмент как обстрел ворот со средних дистанций с помощью контровых накатов ник никогда и ни от кого не слышал чтобы этим кто-то целенаправленно пользовался может быть футбольная наука расшифровала понятие футбольная команда даже запаха такого определения нет а она между прочим ключевое футболь футбольной науки не в псевдонауке которая живет и здравствует а в настоящей футбольной науке может быть наши доблестные орденоносные кандидаты науки доктора с футбольным уклоном расшифровали понятие мотивация к самосовершенствованию без которой футбольного мастера подготовить невозможно и далее рекомендации как ее сформировать достаточно сказанного я бы мог провести еще десяток новшеств но футболь но футбольных идолов критиковать не принято они все знают они все знают и все умеют следующая микроцитата тренажеры все футбольные чиновники просто помешаны на тренажерах спят и видят кому всучить этот дорогостоящий кигельбан в очень низким кпд моя реакция а это уже некорректно никаких футбольных кигельбанов в природе не существует даже намека на них нету это во-первых а во-вторых как можно голословно утверждать о низком кпд футбольного кигельбана если он существует только на уровне идеи смешно только одна футбольная пушка не говоря уже о трех или о других тренажерах повысит эффективность тренировки в разы но если знаний и ума не хватает чтобы применять на тренировках футбольные пушки то здесь уже никто не поможет следующая микроцитата академии зенит и краснодар имеет целые крытая крытая тренажерные стадионы и что где новая месси во времена молодости месси тренажером была стенка моя реакция во первых тренажерный стадион это далеко не футбольный кигельбан во вторых об отсутствии новых месси с роналду нужно спрашивать не меня а наших тренеров уровень подготовки которых скажем очень и очень мягко оставляет желать лучшего я бы давно уже разогнал все эти так называемые тренерские школы главная задача которых собрать бабло с обучающихся других целей у них насколько я вижу по результатам обучения у них нет тренажер вещь нужная но далеко не необходимая это следующая микроцитата моя реакция тренажер вещь не только нужная но и супер полезная мне нравятся категоричные и безапелляционные заявления моих оппонентов это говорит об их убежденности также мне по душе их эмоциональность что говорит об отсутствии безразличия что не может не вызывать уважение но не нужно отбирать право на такую же категоричность и эмоциональность у других людей тех кто также переживает за развитие футбола вот мы и обменялись категоричными заявлениями полярного содержания думаю что слушателям и читателям полезно познакомиться с такими разными подходами к футбольным реалиям пусть подписчики и гости канала сами сделают для себя соответствующие выводы спасибо автору комментария за неравнодушие пока подписывайтесь на канал жмите на колокольчик впереди еще очень много интересного неожиданного и эксклюзивного